Подобные встречи – это не только повод еще раз увидеть сослуживцев, но и вспомнить, с чего все начиналось и как изменилась материально-техническая база. Сейчас уже компьютер, сейчас совсем по-другому. Это 2002 года все изменилось. За них работает компьютер, а мы все вручную так работали. Есть здесь и свои семейные династии. Супруги Евдокия Анатольевна и Василий Андреевич всю жизнь бок о бок друг с другом и даже на работе. Просто ушел диспетчер с нашей кровавой. Надо было это… она в изоляции работала в Игрессе, поэтому я бы всем говорю, в коммунировку ездить, ну сюда выка со мной, пускай будет. Вот это строила она, пожарная сеть. Я сам привел ее. Вот она с сих пор работает, работала. До армии мы с ним были знакомы, переписывались. Потом поженились, сюда пришли. У нас дети здесь родились. И сын у нас родился, у нас трое детей. Сын в настоящее время здесь тоже работает, Егоров Николаев. Брат-близнец Василия Егорова тоже всю жизнь отдал противопожарной службе. И как он вспоминает, за эти годы не раз приходилось быть на грани жизни и смерти. Как билетный пожар на камере. Всяк бывает. И провалились все. Попол всякий, крыши валятся. Бывало всякий вагон. Заходишь, ничего не видно. Как говорит руководитель пожарной части, подобные встречи проводятся регулярно. И это не просто повод и возможность выразить дань уважения своим коллегам. Подобные мероприятия – это шанс перенять бесценный, наработанный годами опыт. Мы их привлекаем для работы с молодым поколением, с пожарными. Они нам рассказывают истории, делятся впечатлениями о бывших пожарах каких-то, которые в их жизни происходили. Поэтому вот эта вот, скажем, взаимосвязь, она двусторонняя. За свой многолетний и самоотверженный труд ветераны части в честь праздника были награждены памятными медалями Министерства чрезвычайных ситуаций России одного из величайших военачальников 20 века, маршала Василия Чуйкова. Также отдельно отметили юбиляров. Марина Медвинская, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова